Рамный внедорожник Tank 300, теперь заряжаемый гибрид. Rolls-Royce выпустил уникальные автомобили в честь года Дракона. Электропикап Geely Radar, теперь с полным приводом. G-Tour начал продажи кроссовера с заводской подготовкой к оффроуду. Как Zicker 007, только гибрид. Раскрыт новый седан Lincoln Co. Компания Lincoln Co. развивается совместными усилиями Geely и Volvo. Китайская сторона отвечает за стратегию, финансирование и дизайн. Шведская делится техникой. На подходе бизнес-седан с индексом 0,7, в котором угадываются черты Zicker 007. По пропорциям две семерки идентичны, похожи габариты и даже линия остекления. Однако по технике ничего общего. Lincoln Co. базируется на платформе Volvo CMA. В гамме будут гибриды EMP с полторолитровым турбомотором. Вероятно, техника окажется унифицирована с кроссовером Lincoln Co. 0,8. То есть седан предложат с передним или полным приводом отдачей 381 или 593 л.с. с батареями на 21 или 40 кВт-ч, а запас хода без активации ДВС достигнет 200 км. Все подробности о новинке Lincoln Co. ждут на апрельском автосалоне в Пекине. Ориентир по стартовой цене – 180 000 юаней. Рамный внедорожник Tank 300, теперь заряжаемый гибрид. Линейка 300-ки состоит из двухлитровых бензиновых версий с двумя вариантами полного привода. Жестко подключаемый или автоматически подключаемый с муфтой. Восьми или девяти ступенчатыми автоматами. На подходе хардкорный вариант с V6. И еще теперь подтвержден гибрид. Силовая установка Hi-4T на основе двухлитрового турбомотора заимствована у Tank 400. Под капотом сохранился бензиновый двигатель. 2 литра, 252 силы, 380 ньютон-метров. Ему помогает электродвигатель, встроенный в девяти ступенчатый автомат. Также есть батарея на 37 кВт-часов весом полтонны. Пиковая отдача более 400 лошадиных сил. Без активации ДВС новинка сможет проехать примерно 100 километров. А общий запас хода с учетом полного бака составит 800 километров. Заявленный расход топлива в пределах 9,5 литра на 100 километров. Судя по публикации сертификационных документов, старт продаж гибридных танк 300 не за горами. В Китае такие вездеходы точно будут востребованы. Ведь им положены льготные зеленые номера. Успех в других странах зависит от цен. Вольцваген ID.7S. Еще одна попытка немцев в бизнес-классе. Сегмент легковых электрокаров длиной около 5 метров очень конкурентный. Свои модели есть у Zikr, BYD, Danfen, Hexid. Попробовал свои силы и Вольцваген. Стратегию решили не менять. Рассекречен тот же ID.7, но с приставкой S. Разница в дизайне и сборочном конвейере. Если Vision выпускается на заводе Fav, Вольцваген, то Esco пропишется на фабрике Cyc Вольцваген. Немецкая марка не поскупилась на абсолютно другой кузов и иную оптику, но не преуспела. Вольцваген ID.7S можно назвать невыразительным, а акценты на спорт нелепые. В основе та же платформа с барабанными задними тормозами. А базовый лифтбэк весом чуть больше двух тонн приводит в движение 1,231-сильный мотор. Максимальная скорость – 155 км в час. По салону прорыва не ожидается. Внутри Esco наверняка повторит родственный ID.7 Vision. Привлечь покупателей можно демпингом, но сможет ли Вольцваген уменьшить стартовую цену с текущих 228 тысяч уаней – 32 тысяч долларов? Электромобиль Hi-Fire сгромил Audi и Mercedes по итогам зимних испытаний. Норвежская автомобильная федерация NAV поделилась результатами сравнительного теста электрокаров. Эксперты взяли 23 автомобиля без ДВС и устроили трассовый автопробег. На дистанции были перепады высот, снег, дождь. Температура составляла от минус 11 до 4 градусов. В испытаниях приняли участие электрокары разных классов и всех ведущих автомобильных стран – Германии, США, Франции, Южной Кореи, Японии и Китая. Абсолютным лидером оказался Hi-Fi Z. Он преодолел на одной зарядке 522 км, максимально близко приближившись к паспортным данным. Несоответствие реального и расчетного пробега у Hi-Fi Z не превысило 6%. Лучшим среди остальных стали BMW i5, Kia EV9, Lotus Eletro и Xiaopen G9. Они проехали на 12-13% меньше заявленной дистанции. Неудачно выступили немецкие Гранды. Audi Q8 e-tron разница составила 20% и в Mercedes EQE 19%. Худшими стали Volvo C40, Volkswagen ID.7, Tesla Model 3 и Polestar 2. Их запас хода зимой сократился более чем на 30%. Супер Минивэн Zikr 009, VIP-салон и 789 л.с. Минивэн Zikr 009 на рынке чуть больше года, но китайская марка уже готовит глобальное обновление. Из сертификационных документов стало известно, что девятку ждет ребилд. Поменяются батареи, электродвигатели, а салон будет перекомпонован. В разработке находится четырехместная VIP-версия с лимузинной перегородкой, с гигантским телевизором, вставками для массажа ног, роскошными креслами-тронами и другим интерфейсом регулировок. Техника тоже поменяется. Оба электродвигателя станут заметно производительнее, а еще Минивэн перейдет на аккумулятор собственного производства. Пиковая отдача возрастет с 544 до 789 л.с., а максимальная скорость увеличится со 190 до 230 км в час. Главный внешний маркер топ-версии Zikr 009 – хромированные диски а-ля Maybach. Есть и более мелкие отличия. На крыше появится лидар, задний плавник исчезнет, а камера переедет в центр спойлера. Цены заметно вырастут. Ориентир – 800 тысяч юаней, больше 100 тысяч долларов. Обновленный Jillian Grand раскрылся перед пропиской в Беларуси. Седан Jillian Grand продается в России всего 4 месяца, но в Китае модель дебютировала почти 3 года назад, так что пришла пора рестайлинга. Благодаря утечке из базы Минпромторга КНР можно сделать вывод, что изменений запланировано немного. Во-первых, М-Гран получит новую решетку радиатора с утолщенными ламелями. Во-вторых, лишится секции стоп-сигнала во всю ширину кузова. Еще поменяются шильдики и логотип. Под капотом сохранится 126-сильный атмосферник 1.5. По коробке передач возможны варианты. Сейчас во всех странах, кроме России и Казахстана, Jillian Grand доступен с вариатором. Но после апгрейда не исключен переход на классический шестиступенчатый автомат. А еще обновленный бюджетник пропишется на заводе BLG в Беларуси. Китайским ценам остается только завидовать. Сейчас база М-Гран с пятиступенчатой механикой стоит всего 59 тысяч юаней, около 8 тысяч долларов. И обновленная модель вряд ли подорожает. Минивэн Volvo EM90 на конвейере. Новая веха в истории марки. Компания Volvo объявила о начале производства первого минивэна EM90. Однообъемник встал на конвейере завода Jillian в Китае. По соседству собираются Zikar 001, 009, GE 01 и Polestar 4. Речь идет о новой вехе в истории Volvo. Ничего шведского в EM90 нет. Минивэн представляет собой перелицованный и упрощенный Zikar 009. У EM90 бывает только задний привод, 272 лошадиные силы и батарея на 116 кВт-часов. Запас хода 738 км. Тогда как исходная китайская модель доступна с полноприводной силовой установкой и аккумулятором на 140 кВт-часов. Хотя по характеристикам Volvo уступает китайцу, шведская марка предложила единственную богатую комплектацию с нескромной ценой – 818 тысяч юаней. Надбавка относительно самого оснащенного Zikar 009 – почти 40%. Первые клиенты получат свои минивэны в марте, а по итогам полугодия станет понятно, готовы ли в КНР переплачивать за бренд Volvo. Как думаете вы, удастся ли ценовой эксперимент Gili? Китайский Kia Cerato стал богаче, но лишился турбомотора. В Поднебесной этот седан продается под именем K3 и приближается к окончанию жизненного цикла. К 2024 модельному году местный офис Kia пересмотрел комплектации. Теперь в базе есть ранее невиданные опции. Не придется доплачивать за кожаный салон, парктроники по кругу, виртуальную панель приборов, смарт-ключ, 6 подушек безопасности и камеру заднего вида. Стоит такой седан всего 114 тысяч юаней. Техника безальтернативна. Под капотом атмосферный полторолитровый двигатель 115 л.с. в связке с вариатором с имитацией 8 передач. Раньше у китайской Kia Cerato был турбомотор 1.4 с преселективным 7-ступенчатым роботом, но для 2024 модельного года такая версия не заявлена. Зато местный филиал Kia объявил о солидных скидках. До 29 февраля покупатели бюджетных седанов смогут сэкономить до 18,5 тысяч юаней за счет дилерских субсидий. Суперседан Янван U7. Главные характеристики. Из каталога Министерства промышленности и информационных технологий КНР просочились характеристики суперседана BYD Янван U7. Новинку оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором фирмы BYD емкостью 136 кВт-часов. Выбор батареи такого типа удивителен, ведь плотность энергии невелика. Аккумулятор Янван U7 весит 903 кг, что составляет почти треть снаряженной массы седана – 3095 кг. Для сравнения, инновационная батарея НИО емкостью 150 кВт-часов весит 575 кг. Впрочем, в активе флагмана BYD четырехмоторная силовая установка пиковой мощностью 1287 л.с., так что солидный вес не станет помехой для динамики. Известно, что Янван U7 сможет разогнаться до 270 км в час. Солидная величина по меркам электрокаров. Запас хода составит 720 или 800 км в зависимости от аэродинамического обвеса. Премьера суперседана длиной 5,3 м ожидается в марте и предложит его с четырех или пяти местным салоном. Цены пока не объявлены. Ориентир 1,1 млн юаней – 155 тысяч долларов. Электрокары НИО с запасом хода свыше 1000 км готовы к серии. В Китае появились сведения о седанах и универсалах НИО ЕТ-5 и ЕТ-5 Туринг с увеличенной батареей. Речь идет о полутвердотельном аккумуляторе с рекордной плотностью энергии 360 Вт-час на килограмм. Батарея на 150 кВт-час весит всего 575 кг. То есть разница с обычными ячейками той же емкости почти двухкратная. В конце 2023 года седан НИО ЕТ-7 с аналогичным аккумулятором в прямом эфире преодолел 1044 км на одной зарядке. Причем в запасе осталось еще 3% батареи. Более компактные ЕТ-5 и ЕТ-5 Туринг тоже смогут побить рекорды дальности. Сейчас седан сертифицирован со значением 1055 км. Универсал – 1010. Снаряженная масса новинок НИО сравнима с обычными бензиновыми моделями бизнес-класса – около 2,2 тонн. НИО ЕТ-5 и ЕТ-5 Туринг со 150 кВт-батареями станут серийными уже в апреле. Но есть нюанс. Инновационный аккумулятор очень дорог, поэтому купить электромобиль с ним нельзя. Можно только оформить аренду. Благо технология сменных батарей НИО это позволяет. G-Tour начал продажи кроссовера с заводской подготовкой к оффроуду. Молодежная марка Cherry G-Tour вывела на рынок первую спецверсию. Кроссовер Тревлер в исполнении Silver Dragon Wins получил полный пакет экспедиционных доработок в духе Land Rover Defender Трофей. Особенности новинки – силовые бамперы, защита днища, металлический багажник на крыше, лестница и кофр по бокам, пороги, нестандартные грязевые покрышки и расширители колесной хары, аксессуары для оффроуда не бутафорские, дорожный просвет увеличен до 215 мм, углы въезда-съезда 24-28 градусов, а глубина преодолеваемого брода 700 мм. Изменений по салону и технике минимум. Под капотом связка двухлитрового турбомотора и семиступенчатого робота, полный привод подключаемых с муфтой BorgWarner сзади, а также изменены калибровки трансмиссии и добавлены внедорожные режимы. Цена этой линейки – 219 000 уаней, 31 000 долларов. Новинку выпустят тиражом 3000 штук, а переплата относительно обычной топ-версии – 20%. Электропикап Geely Radar теперь с полным приводом. Безрамный грузовичок Radar RD6 продается около года, но пока доступны только заднеприводные версии грузоподъемностью 400-430 кг и запасом хода 410-632 км. Однако весной на рынок выйдет вариант с полным приводом. Обещано, что даже под нагрузкой пикап сможет разменять 100 км в час за 4 секунды, а глубина преодолеваемого брода составит более 80 см. По динамике китайская новинка будет сравнима с Тесла Кибертрак, а по возможностям на воде превзойдет электрический хаммер. Полезная нагрузка увеличилась до 865 кг. А еще Radar RD6 сможет буксировать прицеп полной массой 3 тонны. Кузове разместят розетки на 12, 220 и 380 вольт. Причем заряжать можно не только бытовые приборы мощностью до 6 кВт, но и другие электромобили. Платформа RD6 почти такая же, как у Zikr 001, но подвеска пружинная, а шасси усилена. Сейчас цены варьируются в диапазоне от 146 до 269 тысяч уаней. И на китайском рынке электропикапов доля Radar превышает 60%. Минивэны и кроссоверы GAC Trampche. Новогодние спецверсии. В Китае сегодня отмечают Новый год. И к празднику весны приурочены спецверсии моделей для внутреннего рынка. Отличился GAC. Ограниченным тиражом выпустят три заряжаемых гибрида. Минивэны E8, E9, а также большой кроссовер ES9. Для младшего однообъемника E8 новогоднее здание – это топ-комплектация. Изменился дизайн решетки радиатора и расширен набор опций. Кроссовер ES9 и 5-метровый минивэн E9 модернизированы еще меньше. Особенности спецверсии сводятся к декору. Силовая установка у всех трех моделей общая. Турбомотору 2 литра помогает электромотор, а также есть тяговая батарея на 26 кВт-час. Гибридная начинка с электромеханическим вариатором взята у Toyota. Пиковая отдача 182 л.с. и 300 Нм. Запас хода на электротяге от 100 до 150 км. Привод передний. Переплата за новогоднюю версию составляет от 6 до 10 тысяч уаней. Особый E8 стоит 236 тысяч уаней. ES9 – 260 тысяч, а E9 – 353 тысяч уаней. Rolls-Royce выпустил уникальные автомобили в честь года дракона. Компания Rolls-Royce воспела китайский Новый год иначе. На местном рынке предложат кроссовер Kulina и три длиннобазых седана Phantom из коллекции Year of the Dragon. Уровень персонализации интерьера и экстерьера серьезный. Передние крылья украшает нарисованный вручную дракон. На кузове и колесах появились темно-красные вставки, символизирующие удачу и процветание. В салоне изменений еще больше. На передней панели трехмерная фигурка дракона, нарисованная в четыре приема, чтобы возник эффект гравировки. На потолке созвездие в виде дракона. Символ Нового года вышит на подголовниках и инкрустирован золотом на откидных столиках. Поскольку кастомизацией Rolls-Royce занималась придворное ателье, все работы проведены вручную. Например, на вышивку ушло 5449 стежков. А полный перечень доработок занял более трех дней. Цены не объявлены, но даже обычный Rolls-Royce Phantom с длинной базой стоит в Китае около 10 миллионов юаней. 1,4 миллиона долларов. Также в честь китайского Нового года сделали 8 кастомных рейндж-ровер. Британское ателье Overfinch не осталось в стороне от праздника весны. Из 8 новых рейндж-ровер сделали линейку Dragon Edition. Снаружи такие внедорожники выделяются 24-дюймовыми дисками сложной формы и обвесом. Салон перешит полностью, кресла оформлены в духе чешуи дракона, на подголовниках тиснения, в районе предплечья трехмерные рисунки. Передняя панель украшена мозаикой, добавлена вставка на центральном тоннеле и врезка на селекторе автомата. Основой спецверсии Overfinch может послужить рейндж-ровер пятого поколения в топ-версиях SV или автобиография. Возможны два вида бензиновых двигателей – 4,4 V8 от BMW и рядная трехлитровая шестерка собственной разработки Land Rover. Цены на рейндж-ровер от Everfinch стартуют с 250 тысяч долларов, но если взять за основу длиннобазовую версию SV, то с учетом тюнинга пресс-лист может быть вдвое больше.